Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас на радиостанции Сангеец очень интересный человек, тоже не первая передача, с участием этого гуру, этого лайф-коучера, не побоюсь этого слова, учителя, как правильно жить. Итак, у нас сегодня в гостях Григорий Макарон, человек-вселенная, человек-библиотека, человек, который знает, как реально вывести вас из лабиринта жизненных проблем, что, кстати, и является названием нашей передачи, в коей он сегодня присутствует. А также я, ваш покорный слуга Владимир Гершанов, радиостанция Сангеец, телефон прямого эфира 847-226-9956, звоните нам, пожалуйста, и задавайте свои любые вопросы нашему замечательному педагогу жизни. Итак, Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, Володя, здравствуйте, наши радиослушатели, и я рада нашей новой встрече. Володя, мне кажется, что вам нужно повторить телефон более медленно. 847-226-9956, телефон нашего неизменного, прямого, как лезвие самурайского меча эфира. К вашему природному чувству юмора. Благодарствую. Володя, что для нас пишут наши... Уважаемые радиослушатели, да, мы получили, между прочим, много-много-много звонков, потому как ваши передачи не могут не трогать и не терзать души наших пытливых и уважаемых радиослушателей. И вот мы тут получили звонков, вот, и по этим звонкам мы составим нашу сегодняшнюю передачу. Итак, тема первая. Как найти свое призвание? И вот под эту тему я вот вопрос беру, который нам задала Женя, Женя Орлова из Лос-Анджелеса. Кстати, где-то у вас там, вот, вы тоже у нас из Лос-Анджелеса. То есть это, наверное, ваша поклонница или ваша ученица, или кто-то, кто слушает вас, потому что я знаю, что ваше учение там достаточно распространено в ваших теплых краях, и у вас много есть, где на интернете послушать. So, не люблю свою работу бухгалтера. Потратила годы на учебу, но все время ощущаю, что это не мое. Как найти свою истинную работу, как найти свое истинное призвание и понять, что я нахожусь на своем месте? Спасибо. Вопрос очень хороший, вопрос очень глубокий, потому что на самом деле... Вопрос, который задала Женя, Женя. Я сейчас буду записывать вопросы, чтобы мы правильно называли имена. Очень глубокий. Смотрите, что происходит. Я начну издалека, как всегда, чтобы мы поняли суть. Дело в том, что то, что мы делаем, наше занятие, наш род деятельности... Вот смотрите, слова «род деятельности». В слове «род» сразу обозначается программа. В идеале, в прошлых, так сказать, более благостных временах, люди, как правило, занимались тем делом, чем занимался их род. Конечно. Это были так называемые династии. Почему? Потому что ведические знания, на которые я очень часто опираюсь, говорят, что для того, чтобы человек стал профессионалом, он, первое, должен заниматься этим, как минимум, во втором поколении. То есть его отец или мать, его семья должна этим делом заниматься. Скажем, если вы, предположим, занимаетесь, ну, скажем, такой вот бизнес, я сижу в окружении цветов, когда у вас цветочный бизнес, вы делаете букеты, вы продаете цветы, то в идеале вы должны быть профессионалом. Профессионализм приходит со временем. И ведические знания говорят, что вы должны быть во втором поколении, то есть ваши папа и мама должны быть или один, или оба флористами, цветочниками. И вы, внимание, должны провести в этом как минимум 20 лет. То есть видите, как жизнь в осознанности ставит перед нами вопрос. То есть надо всегда быть, видите, род деятельности. А у нас, смотрите, какое слово, у нас слово «работа». Смотрите, какой корень этого слова «раб». Да, вы абсолютно правы. Действительно, очень много людей выходит утром на работу, и они выходят под стрессом. Ученые делали такой опыт, они посмотрели, что количество инфарктов, инсультов в понедельник гораздо больше, чем в другие дни. Почему так происходит? Потому что в субботу-воскресенье человек расслабляется, он отдыхает, а в понедельник он просыпается, и сразу, как у Жени стресс, ну, не надо идти на нелюбимую работу. И я вам сейчас дам совет, который стоит, как я всегда говорю, минимум миллион. Этот совет я получил от своего первого учителя Тони Робинса. Я всегда с гордостью это повторяю. Внимание, запишите. В жизни надо заниматься тем, что любите настолько, что готовы сами за это платить. Мудрые слова. Смотрите, у каждого из нас есть определенные таланты. Женечка, у вас, несомненно, есть свои таланты. Я не знаю, какие это таланты. Может быть, вы любите петь, или танцевать, или собирать букеты цветов, или вы любите общаться с людьми, предположим. То есть у вас обязательно есть какой-то талант. Так вот, задача человека в своей жизни определить, какие у него таланты. Задача родителей, школы, детского сада найти эти таланты, уникальность человека с тем, чтобы взрослости своей он эти таланты реализовывал. К сожалению, наше общество делает от обратного все совсем наоборот. Человек, попадая в детский сад или в школу, его начинает усреднять, делать таким, как все. Что? В общем-то, твердит. И потом что получается? Когда человек заканчивает школу, очень редкие люди, у которых есть сила, признание и призвание, они чувствуют. Мое призвание, скажем, быть врачом. Там часто бывает мама-врач, это моя династия. Или человек чувствует зов, мое призвание, скажем, создавать компьютерные программы или делать игры для детей. И человек идет и тратит свою жизнь на этот, как говорится, на эту деятельность и процесс, да. Но в большинстве людей, как говорится, получается оторваны от реальности. Они сконфужены, они не знают, вся их жизнь не готовят. И получается, что когда подходят они к этому, они идут и выбирают неосознанно свое занятие. Скажем, когда вы выбирали пойти учиться на экономиста, бухгалтера, или там, скажем, в России, или в бывшем советском, или здесь вы учились на эккаунтерах, в колледже. Вы этот процесс выбирали, очевидно, неосознанно, как многие. Ну, пойду учиться на эккаунтерах. Вы получили специальность. Но когда вы начали работать, вам специальность воротит вас. Вот приведу пример. У моей супруги та же ситуация. Она получила свое первое образование экономиста, работала, работала, страдала, мучилась, и потом попала к астрологу. И астролог, когда сделал ей ее карту, он ей подсказал как бы ее жизненные основные направления, но параллельно сказал, кстати, тебе по гороскопу желательно заниматься астрологией. И она пошла, выучилась на астролога-психолога. И с удовольствием этим занимается. Это ее талант, это ее призвание. Что я вам посоветую, Женечка? Ищите свое призвание. Займитесь то, что вам нравится. И не обязательно бросайте сразу работу. Это может вызвать другой стресс. А займитесь этим параллельно. Предположим, если вы почувствовали, что вам нравится астрология, психология, или вам нравится помогать детям, пойдите как волонтер, найдите куда, чтобы раз в неделю туда ходить. И это вам откроет двери к следующему шагу. Или пойти учиться, или просто получать практику и попасть туда, где вы будете чувствовать вдохновение. Вы должны вставать утром, и у вас должно гореть желание пойти туда, где вы работаете. Тогда вы будете счастливы и богаты. Спасибо огромное, Григорий. Очень мудрые слова. То есть, иными словами, использовать для заработка на жизнь то, что человеку нравится, а не ту лопату, которую человек получает, так сказать, в жизненном профтехучилище для того, чтобы как бы кушать. Да, Володя, мы когда будем возвращаться, у нас, к сожалению, извращено понятие и денег, и работы. Человек должен делать то, что любит, и получать за это деньги, как ответную любовь. Согласен с вами абсолютно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова